Президент Украины Владимир Зеленский знает, что происходит в его окружении, возможно, у него есть и дальнейший план действий. Об этом в интервью Гордону рассказал актер студии «Квартал 95» Евгений Кашевой. Комик отметил, что вокруг главы государства есть куча прихлебателей, о которых он прямо говорил Зеленскому. Что значит неприятные вещи? Это то, что вокруг него есть куча прихлебателей, которые не делают ничего. Да, такое я могу сказать, конечно, и я думаю, что он с этим совсем разберется. Нужно просто не мешать, сказал Кашевой. По мнению артиста, у Зеленского есть какой-то план, как разобраться с людьми, которые ему мешают. Я же говорю, что много вокруг тебя людей, которые тебе просто мешают. Он говорит «Я знаю, я вижу». Он же не будет просто так говорить «Я знаю, я вижу», но ничего не делать. Я надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план, добавил Кашевой. Ранее Евгений Кашевой признался, чего он ждет от президента Украины Владимира Зеленского. Закончить войну? Я очень на это надеюсь и думаю, что не я один. Я очень этого хочу. Как? Вопрос не ко мне. Они же пытаются это сделать. У всех много разногласий. Я просто хочу, чтобы война закончилась. Я не хочу отвечать на такие вопросы, потому что будет очень много претензий. Я очень надеюсь, что он сможет закончить войну. Напомним, Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и к некоторым чиновникам. Приводим его слова в оригинале. Ежедневно количество украинцев, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это добавляет оптимизма. В то же время мы не должны расслабляться. Надо исходить из карантина дисциплинированно и согласно с поэтапным планом. А теперь об отношении к нашим врачам в отдельных регионах. Напоминаю, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют ковид-19. Однако в отдельных областях эти средства не были выплачены. Уважаемые представители ОУГА, поручаю быстрее погасить задолженности перед врачами. Иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. На следующей неделе мы получим информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику по получению зарплаты надбавок. Далее несколько слов о политике. Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Я этого не допущу. Поэтому никаких две трети, пять процентов или других схем не будет. Эта позиция и моя, и партии слуг народа. Друзья могут делать, что хотят. Зеленский за скандалом заступился за Ермака. Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал Риана бороться со старой системой управления в стране. Однако минул год, как бывший комик, стал главой государства. А все обещания так и остались обещаниями. Более того, он умудрился переплюнуть своих предшественников, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский политолог Виталий Балла. Очередной демонстрацией этого стала его реакция на требования украинских граждан уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и привлечь его к криминальной ответственности, поскольку при нем процесс капитуляции Украины перед Россией значительно ускорился. В своем ответе на петицию Зеленский заявил, что Ермак придерживается норм Конституции, а подписание 11 марта 2020 года в Минске протокола трехсторонней контактной группы является частью текущей работы по реализации комплекса мер, а также других документов, которые составляют пакеты достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей. В ответ на петицию подтвердил, что друзья-знакомые могут делать, что хотят, и он их увольнять не будет, констатирует политолог. Балла также отмечает тот момент, что в своем обращении Зеленский обвинил глав ОГА, которых сам и назначал, потому что никак не хочет брать на себя ответственность за ситуацию в стране. Речь идет о той части, где президент призывает руководителей ОГА позаботиться о выплате надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. В противном случае он пообещал оставить чиновников не только без зарплаты, но и без должности. Из этого следует, что старая система управления в стране, которую Зеленский так упорно критиковал и обещал сломать, не только сохранена, она совершенствуется и стала намного хуже и вреднее для страны. Фейковые изменения и реформы лучше всего удаются фейковым политикам, подытожил свой пост цитатой Виталий Бала. Президент Владимир Зеленский разочаровал украинцев, поэтому каждая его ошибка может стать фатальной. Об этом рассказал телеведущий Андрей Пальчевский. У Зеленского без сомнения черные лебеди, которые полетели еще с оманских времен, начали лететь такой плотной стаей, что мне опера в голову приходит под названием «Сила судьбы». Вот настолько Зеленский был счастливцем с точки зрения попадания на трон. Настолько же ему выпало невзгод и он с ними не справится, отметил он. Если Трамп может теоретически перебороть вирусы, выйти в президенты, то у Зеленского вряд ли. Президент – это коллективный разум. Это не Владимир Александрович из города Кривой Рог, а в нашем случае коллективное отсутствие разума. Если он еще вынесет пару более-менее соображающих людей под давлением обстоятельств, думаю, развязку мы увидим очень скоро, уточнил он. Журналист Андрей Пальчевский предложил решение для безопасного выхода из карантина. Не считая ли вирус, мне кажется, что наша власть готовит нам из этих двух зол оба. Для того, чтобы не было вируса, нужно как можно больше тестировать людей, считает журналист. Ахметов готовит подставу Зеленскому, сделает это прямо перед выборами. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-час электроэнергии с 1 января 2021 года. Об этом сообщил член НКРКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля. Согласно презентации НКРКУ, данное решение позволит получить дополнительно 12 млрд грн в год. Кроме того, в течение 2-5 лет НКРКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн. Напомним, сейчас при потреблении электроэнергии в объеме до 100 кВт-час в месяц тариф для населения составляет 90 копеек за 1 кВт-час. Объем, превышающий 100 кВт-час, оплачивается по тарифу гривна 68 копеек. По оценкам НКРКУ, средневзвешенный тариф для населения составляет гривна 28 копеек за киловатт-час, в то время как коммерческие потребители платят гривну 88 копеек. Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступала за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Впрочем, с введением в действие с 1 июля 2019 года новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинета министров, сообщают в НКРКУ. Источник независимых новостных телеграм-каналов объясняет, что, скорее всего, эти нововведения состоятся с 1 января 2021 года. В избирательный год никто не станет повышать тарифы, хотя правительство давит на Зеленского в этом вопросе. Они утверждают, что это даст наполнение бюджета, который сейчас пошел кардинально в минус из-за так называемых профессионалов и эпидемии. Кабинет министров в лице Шмыгали и Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в последние месяцы системно принимают решения, направленные на подорожание электроэнергии для промышленных потребителей. Ренат Ахметов решил отбить средства на максимальных показателях, говорится в сообщении уже другого телеграм-канала. С начала апреля НЭК Укрэнерго ограничила базовую нагрузку атомных электростанций в пользу производства более дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях. Остановка 17% мощности энергоатома привела к увеличению производства зеленой и тепловой электроэнергии, а также существенно повлияла на цену электроэнергии. Вместо дешевой атомной энергии потребители должны были платить за дорогую зеленую. С мая на электроэнергетическом рынке начнется бесконтрольный и необоснованный рост цен на электроэнергию, который лишает промышленность, средств для зарплат работникам и инвестиций в пользу энергетического монополиста. Госдеп США заявил, что «Медведчок» и «1 плюс 1» распространили российский фейк о коронавирусе. Дезинформация была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, заявили в Госдепе. Россия проводит дезинформационную кампанию против США о происхождении коронавируса. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент во время видеоконференции укрепления отношений между США и Восточной Европой во время пандемии, проведенной в среду немецким фондом маршалов США, передает Украинформу. «К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа», – сказал американский дипломат. Он также заявил, что «инспирированные в России фейки» были озвучены в эфире украинского телеканала «1 плюс 1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, на прошлой неделе в программе «Секретные материалы», которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие. «Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь в ГУЛАГ», – заявил Кент. Подчеркивалось, что фейк об американском биологическом оружии в Украине был активно распространен в российских СМИ, а также озвучен представителем российской администрации Вардло. По информации Detector Media, сюжет программы «Секретные материалы» об американских биолабораториях, якобы расположенных в Украине, вышел в эфир 27 апреля. В нем говорилось, что европейские журналисты обнаружили свыше 4000 лабораторий, в которых США создают новые вирусы, и Министерство обороны Соединенных Штатов Америки это якобы уже подтвердило. Согласно материалу Detector Media, этот сюжет основывается на информации, впервые обнародованной на сайте партии оппозиционная платформа «За жизнь» 15 апреля. На этом веб-ресурсе было опубликовано публичное обращение Виктора Медведчука, в котором говорится следующее. Тот факт, что на депутатское обращение о работе 15 военных биолабораторий Соединенных Штатов на территории Украины первым ответило посольство США, свидетельствует. Вопросы размещения таких опасных объектов на территории Украины в большей степени волнуют официальный Вашингтон, чем украинскую власть, и является доказательством высочайшего внимания к этому вопросу со стороны Пентагона. Находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Министерству обороны США и выполняющие поставленные им задачи, службу на которых несут граждане Соединенных Штатов, де-факто являются ничем иным, как военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины. Первый президент Украины признал, что Крым российский. Леонид Кравчук считает, что украинцы перед поездкой в Крым должны объяснять, зачем они туда едут, какие для этого основания, а не просто ехать на территорию России. Давайте мы разделим, Донбасс вернется обязательно, причем не надо долго ждать. А Крым надо ждать еще долго, отметил он, отвечая на вопрос о том, вернутся ли оккупированные территории в состав Украины. Кравчук не стал уточнять, сколько лет может занять возвращение этих территорий. Все возможно я не буду называть, потому что Крым, он уже является частью российской федеральной системы. Это уже Россия фактически, а Донбасс это Украина. Комментируя возможность поездок на майские праздники в оккупированный Крым, Кравчук заявил, Крым это уже территория России сегодня, оккупированная территория, но России. По крайней мере там действуют российские законы и российские нормы жизни, это же факт, сказал Кравчук. Похоже, первый президент уж совсем запутался в том, какую точку зрения ему поддержать. Еще совсем недавно он озвучивал другое мнение и заявлял о том, что Крым это Украина. Кроме того, Леонид Кравчук был полон оптимизма по поводу возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. По его словам, Донбасс можно вернуть пропагандой и стремлением к миру, а с Крымом нужна другая тактика, но она приведет Украину к успеху. В Совете Федерации эти надежды Кравчука назвали странными. Отвечая на вопрос, как вернуть умы и сердца пророссийски настроенных жителей Крыма и Донбасса, Кравчук заявил, я не думаю, что и здесь возможны патриотические призывы. Есть один путь, больше свободы в рамках главных задач, которые решает Украина. Оборона, безопасность, международные дела, это ни с кем не делим. Во всем остальном даем свободу. Так можно не создать предпосылки, чтобы эти пророссийские полюбили Украину, но они будут спокойно жить в Украине, считает Кравчук. Вдобавок к противоречащим заявлениям, Кравчук рассказал о том, что изначально для Киева Крым был головной болью. Абсолютно это было горе, потому что надо было часть своих ресурсов передать в Крым. И вот за эти годы с 1954 Украина вложила туда больше 100 миллиардов долларов, чтобы провести воду, дороги, курорты, восстановить сельское хозяйство, культуру и прочее. Так что вот эти вот мифы, которые идут из Москвы, что Крым это их территория, это города их славы, это все выдумки. Украине Хрущев не подарил Крым, он заставил взять Крым себе, мотивируя на политбюро ЦК КПСС, что Украина, имея опыт в таких областях, как Одесская, Херсонская, Николаевская, может помочь Крыму, что собственно и произошло. Украина помогла, поставила Крым на ноги, а теперь Крым аннексировали. Еще и доказывают нам, что это возвращение Крыма, возмутился первый президент Украины.